МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корреспонденты ОРТ и я, Максим Самойлов, готовы подвести информационные итоги этой среды. Вы смотрите программу новостей дня. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожар в Бузулукском бару локализован. По данным МЧС, выгорело около 4 гектаров леса. Геннадий Борисов может выйти из колонии строгого режима. Суд учел хорошее поведение экс-чиновника и старания на производстве. Евразия Глобал на старте. Пятый международный молодежный форум работает в новом формате. Готовим подушку безопасности. Расходы россиян за полгода сократились в среднем на 11 тысяч рублей. Бросили на полпути. Кто продолжит капитальный ремонт фасада пятиэтажки на улице Карагандинской? Успешные выступления боксеров, хоккеистов и стрелков. Обзор спортивных событий от ОРТ. И начнем выпуск с предупреждения МЧС о неблагоприятных погодных явлениях. Под данным Оренбургского гидромедцентра, в ближайшие сутки 3 сентября местами преимущественно в северных районах области ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более. А кроме того, на поверхности почвы возможны заморозки до минус 2 градусов. Пожар в Бузыловском бару локализован. Об этом сообщает руководство национального парка. По предварительным данным, выгорело около 4 гектаров леса. Объектов промышленности в этом районе нет, но сохраняется угроза распространения огня на поселок Колтубановский. Напомним, это второе возгорание за последние дни. Предварительная причина пожара, как сообщают специалисты МЧС, неосторожное обращение с огнем гражданами. Виновные устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы. Если будут одноустановлены лица, соответственно, да, будет проводиться дознание следствия и, соответственно, будет уголовная ответственность. Вообще, будем считать, после ликвидации пожара. Там лесные насаждения и старовозрастные, и подросток лесной культуры, поэтому здесь нужно индивидуально каждый будет потом дерево считать. Сейчас пока на кромке пожара работают сотрудники национального парка. В то же время огонь до конца не потушен. Ситуацию осложняет усиление ветра, большое количество сухой травы, валежника, травяной подстилки и жаркая погода. По мнению специалистов, это и стало причиной такой большой площади пожара. Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим. И с начала сентября в семи муниципалитетах установлен пятый класс пожарной опасности, который подразумевает полный запрет на посещение лесов и разведение открытого огня. Ограничения введены в городах Бузулук, Оренбург, Орск, Акбулакском, Бузулукском, Новосергиевском и Илегском районах. Вопрос о выделении материальной помощи погорельцам в поселке Колтубановский решен. Об этом сообщается на портале правительства Оренбургской области. Из областного бюджета уже выделены средства. Напомним, крупный пожар произошел 28 августа. Без крыши над головой остались 8 семей. Три из них с детьми. Из региональной казны выделено 265 тысяч рублей. Средства поступят на счета погорельцев в ближайшее время. Предполагается, что этих денег хватит на приобретение вещей первой необходимости. Решаются вопросы с размещением людей. Сейчас на месте пожара идет разбор строений. На площадке работает спецтехника. Помогают и местные жители. Поддерживают пострадавших односельчане, волонтеры и все неравнодушные. Там чистил трех таран, все чистил. Вчера вот у сына участок чистили. На лесной улице там вроде как все вычистили уже. У сына дом сгорел. Говорят, что оценили и как бы решают, что выделят деньги. Очень помогли, вещи детям привезли. Сноха родит через две недели. Привезли вещи малышу, коляску, кроватку. Ребятишкам постарше обещали еще привезти сегодня стол и компьютер. В настоящее время произведена экспертная оценка ущерба имущества каждого собственника. Следующий этап – проверка документов, после чего все собственники должны получить выплаты на покупку жилья в поселке Колтубановский, сообщают в пресс-службе правительства. К другим темам. Ходотайство экс-чиновника Оренбургской городской администрации и его адвоката удовлетворено. Геннадий Борисов может покинуть колонию строгого режима и будет направлен на принудительные работы. Решение пока не вступило в законную силу, сообщают в пресс-службе Новокуйбышевского городского суда. Бывший заместитель главы города Оренбурга больше года находится в Новокуйбышевской колонии строгого режима. У него не было ни одного взыскания. За то время чиновник стал передовиком производства. Он работал в швейном цехе. А также отмечается его сотрудничество со следствием. В июне этого года Геннадий Борисов давал показания по делу экс-мэра областного центра Евгения Рапова. Срок условно-досрочного освобождения подходит 15 сентября 2020 года. Напомним, летом прошлого года он был осужден на 2,5 года за получение взятки в размере 3 миллионов рублей от директора коммерческой фирмы УКС «Инвест» за общее покровительство. И далее информация о ситуации с коронавирусом в области. 87 положительных тестов на COVID-19 за последние сутки подтверждены лабораторно. Таковы данные Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии – 10 117 человек. 77 пациентов умерли от коронавирусной пневмонии. Из стационаров сегодня выписано еще 115 человек. В общей сложности почти 9 тысяч жителей области преодолели коварный недуг. В стационарах проходит лечение 729 пациентов. 59 человек в тяжелом состоянии. 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Евразия Глобал» открывает двери. Пятый международный молодежный форум встретил гостей. Участники из 80 регионов, 50 стран мира, 4 континентов. В общей сложности в Степную столицу приехало порядка 500 участников. По приезду все участники размещены в гостинице. Гости уже посетили главную площадку форума в Армаде. Там участники прослушали первые лекции и просмотрели тематические выставки. Все это с соблюдением норм безопасности. Обязательные правила – все в масках и перчатках. Также в этом году впервые проходит онлайн-форум. На него зарегистрировано порядка 850 человек. И сейчас все в ожидании главного события – открытие международного форума «Евразия Глобал» в СКК Оренбуржье. Открывает торжественную программу сводный оркестр театра музыкальной комедии. Коллектив из 70 музыкантов исполнит овертюру из оперы Михаила Глинки «Руслана Людмила» совместно с одним из известных диджеев страны. На открытии работает и наша съемочная группа. О самых запоминающихся моментах, первых эмоциях участников смотрите в ближайших выпусках новостей. Поселок Пригородный обретает новый вид. По федеральной программе комплексного развития сельских территорий в этом году завершается строительство новой школы, тротуаров, дорог и канализации. Таких масштабных преобразований жители поселка не видели за всю историю. Как изменится облик одного из муниципалитетов Оренбургского района? Подробности в следующем сюжете. Работа на этом участке начинается с первыми лучами солнца. К концу декабря здесь должна появиться новая современная школа. Три этажа, почти 7,5 тысяч квадратных метров площади. В администрации говорят, строительство объекта было запланировано на 2024 год. Но благодаря федеральной программе комплексного освоения села это удалось сделать намного раньше. Вопрос крайне актуальный для данного квартала. Здесь проживает почти 2000 человек и до сих пор не было школы. Мы этому очень рады. Я считаю, что открытие новой школы будет для всех радостным событием. Потому что не у всех есть возможность ездить в городские учреждения, а здесь будет все рядышком. Школа рассчитана на 264 человека. Распахнуть свои двери она должна в следующем году. По федеральной программе в пригородном возводили еще один объект, не свойственный для сельской территории – тротуарные дорожки. Они появятся на улице Горной, где долгое время вместо асфальта была лишь щебенка. Тротуар строится примерно около 1000 квадратных метров площадью. Данная часть поселка активно развивается, поэтому он крайне необходим для пешеходного соединения с автобусным маршрутом, с остановками. Не менее острый вопрос – канализация. У третьей жителей поселка пригородного нет центральных сетей. Поэтому на протяжении многих лет они пользуются услугами осенизаторов. Проект центральной канализации в поселке был разработан еще в 2011-м. Однако не было средств, чтобы реализовать задуманное, признаются чиновники. В этом году пригородный, один из первых муниципалитетов области, подал заявку на участие в госпрограмме и получил финансовую поддержку. Весь проект, прошедший государственную экспертизу, запущен в строительство. То есть это 15,5 километров канализации, захватывающих 700 домовладений. Работы уже выполнены на 90%. Закончить строительство центральной канализации планируют к концу сентября. В этом году поселку пригородному исполняется 91 год. За последние 10 лет он изменился до неузнаваемости. Появились многоэтажные дома, новые дороги, энергосберегающие уличное освещение и даже система видеонаблюдения. На сегодняшний день у нас улицы центральные, звездные, полностью закрыты видеонаблюдением. На въездах стоят камеры, которые читают номера. Мы начинаем вешать громкоговорители. Но вот это только маленькое начало. Дальше мы планируем весь поселок, в принципе, сделать безопасным и чтобы люди жили в нем комфортно. Ежегодное население в пригородном увеличивается на одну тысячу человек. Растет и рождаемость. В 2019 году здесь появилось на свет уже около сотни малышей. Это на треть больше, чем в 2016. А ежегодный ввод жилья уже превысил отметку в 20 тысяч квадратных метров. Анонимых Семен Воробьев. Новости дня. Это новости дня. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы узнаете. Готовим подушку безопасности. Расходы россиян за полгода сократились в среднем на 11 тысяч рублей. Бросили на полпути. Кто продолжит капитальный ремонт фасада пятиэтажки на улице Карагандинской? Успешные выступления боксеров, хоккеистов и стрелков. Обзор спортивных событий от ОРТ. Переходим к новостям экономики. Россияне за первое полугодие 2020 года сократили свои расходы более чем на 11 тысяч рублей. Такие данные публикуют Федеральные информационные агентства со ссылкой на крупную консалдинговую сеть. Как сообщают исследователи, такое снижение является максимальным с 2006 года. Затем на протяжении 13 лет траты с января по июль только росли. Если в среднем жители страны стали экономнее на 11,5 тысяч рублей, то не все так однозначно по отдельным регионам. Лидером по сокращению расходов стала наша столица. Траты москвичей снизились на 41 тысяч рублей. Жители Якутии стали экономнее на 29 тысяч рублей. Севастопольцы снизили расходы на 26 тысяч рублей. Однако эксперты фиксируют в некоторых регионах и небольшой рост расходов. Так, более чем на 8 тысяч рублей возросли расходы у жителей Сахалинской области. На полторы тысячи рублей в Алтайском крае, а в Амурской области средние затраты выросли на 1200 рублей. Одной из главных причин сокращения расходов является желание накопить подушку безопасности на случай последующего кризиса, говорится в исследовании. А теперь о ситуации на валютном рынке. Актуальный курс основных иностранных валют от Центробанка России вы видите на своих экранах. Ремонт затягивается на неопределенный срок. На горячую линию ОРТ обратились жители дома номер 86 по улице Карагандинской областного центра. По словам горожан, капитальный ремонт фасада и их многоэтажки длится уже шестой месяц. Подробности в нашем следующем материале. Это 15 лет. Последний раз делали ремонт у нас. Все. Я даже, вот, мне слов нет. Платим ежемесячно. Огромные деньги. Капитальный ремонт фасада жильцы этого дома ждали с 2005 года. Бригада строителей появилась здесь еще в апреле. Правда, за это время, кроме утепления швов, рассказывают горожане, никакие работы так и не были выполнены. Они приходили, посидят в подвале. Вот это сняли, спрашивали, когда будет заканчиваться. Ой, материала нет. Материал стоит там в подвале, мы видели. Вот, они посидят, и пьяные были они все, как бы, всегда. Вот, ничего не делается. К середине лета ситуация стала ухудшаться. Уже в июне, по словам местных жителей, строители появлялись всего несколько раз. Работники подрядной организации сняли обшивку с части балконов и исчезли. А за последние два месяца капитальный ремонт не сдвинулся с мертвой точки. Я в фонд модернизации обросилась по капитальному ремонту. Они, значит, мне так спросили, а что, в вашем доме еще ремонт не закончен? Я говорю, нет, у нас все брошено на полдороги. У нас, говорят, все раскурочено. Они говорят, ну хорошо, мы примем у вас сейчас заявку и доложим. Ну, а пока они ответа еще не дали. В фонде модернизации ЖКХ подтверждают, сейчас работы по капитальному ремонту не ведутся. В ходе технического надзора на объекте выявили ряд нарушений. Контролирующий орган не устроил и качество, и материал швов. Теперь подрядчик обязан заменить его на новый. При оценке качества работ выявили замечания, поэтому принять работу в таком виде мы не можем. Соответственно, они будут переделаны. Они успевают, то есть пока вот у нас еще благоприятная погода, мы там ожидаем где-то до 1 октября, они все переделают. И верхний слой, и там, где стыки, они качественно выполнены, все будет заменено. Проблема некачественного капитального ремонта актуальна и для других городов региона. Так, в Новотроицке из-за нарушения сроков расторгнут договор с одним из подрядчиков. Он приводил в порядок два дома по улице Советской. Восстановить ремонтные работы удастся только после новых торгов. Правда, случится это уже в следующем году. Вячеслав Камп и Константин Воробьев. Новости дня. В продолжении строительной темы. Нарушений нет. Возведение административно-торгового здания в зеленой зоне на улице Шевченко идет на законных основаниях. Об этом редакции ОРТ в официальном ответе сообщили в Департаменте градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга. Соответствующее разрешение сообщается в письме выданной компании в сентябре прошлого года. Общая площадь объекта составляет практически полторы тысячи квадратных метров. Это заметно больше старой постройки. Для проведения работ владельцу земельного участка пришлось вырубить часть деревьев. Правда, и на эти действия, сообщают в мэрии, у застройщика имеется разрешение. Администрации Южного округа города Оренбурга в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов обществу с ограниченной ответственностью АТОМ 2 сентября 2019 года предоставлен порубочный билет для проведения работ по вырубке деревьев, произрастающих на земельном участке, правообладателем которого является заявитель. Вырубка деревьев производилась согласно порубочному билету. Напомним, на строительство административно-торгового центра на улице Шевченко жалуются жители окрестных домов. По их словам, в парке активно вырубаются деревья, а сама зеленая зона остается без внимания и постепенно уменьшается в размерах. Все ходили сюда, отдыхали с удовольствием. А что сад превратился, вы, наверное, уже видели, да? Это все, все, что можно было сделать, все уничтожить, все уничтожили. Согласно плану, на месте старого здания должен появиться двухэтажный комплекс высотой в 10,5 метров. Строительство должно завершиться к лету 2021 года. Далее в программе новости спорта. В Ижевске в разгаре розыгрыш командного Кубка России по буксу. 200 сильнейших боксеров страны защищают флаги своих округов. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Евгеньевичу. Спасибо, Максим. Ижевск третий раз подряд принимает кубковый турнир. Два предыдущих года победителем становилась сборная Приволжского федерального округа, куда и входит Удмуртия. Так что наша окружная команда выступает на правах хозяев и настроена снова оставить трофей у себя. Каждая сборная состоит из 20 боксеров, по двое в каждом из весов. Очень приятно, что в нашей команде пятеро оренбуржцев. Соответственно, еще 15 человек представляют остальные 13 регионов округа. И начинает ПФО, как и положено главному фавориту, с уверенной победы. Из наших отдыхают Габил Мамедов, Алексей Зобнин. А выступают в категории до 69 килограмм Хейхмет Гараев. Он очень технично и маневренно действует вторым номером против Абдурахманова. К середине второго раунда отчетливо вырисовывается его преимущество, когда соперники сталкиваются головами. У москвича серьезнейшее рассечение и бой остановлен. Уроженцу Орска присуждается победа. В весе до 81 килограмма Решат Бакиров, доминируя в двух отрезках из трех, единогласно побеждает столичного боксера Рейтера. Самый тяжелый поединок с Ак-1 выпадает на долю нашего тяжеловеса Абубакира Салаха Муцелханова. Соперники достойны друг друга. Бой открытый и тяжелые удары сыпятся с обеих сторон. В завершающем раунде боксеры настолько устают, что держатся только на морально волевых. Перед вердиктом москвич почему-то совершенно уверен в своем перевесе, но раздельным решением судей победа достается первомайскому боксеру. Таким образом, все трое наших выигрывают и вносят существенный вклад в успех сборной ПФО. Она побеждает соперников из Белокаменной в 18-12. Наш соперник во втором матче – Уральский округ. На сей раз заявлены Гараев, Мамедов и Зобнин. В другом кубке, предсезонном хоккейном турнире Кубок Лады, проходившем в Тольятти, третье место занимает Орский Южный Урал. Арчане проводят три напряженнейшие встречи. Все завершаются в ничью в основное время. 1-1 с новокузнецким металлургом, 2-2 с хозяевом из Лады и 3-3 с самарским ЦСК ВВС. Соответственно, получается три овертайма. Но лишь один из них, своими летчиками, завершается в нашу пользу. А Кубок Лады в этот раз уезжает в Новокузнецк. В подмосковном Игнатове состоялся чемпионат России по пулевой стрельбе. Оренбурженка Татьяна Харькова после перехода из юниоров теперь соревнуется с лидерами сборной. В стрельбе из пневматической винтовки она 12-я из 80 участниц. А в более любимой малокалиберке, в стрельбе из трех положений, наша землячка занимает четвертое место. Для дебюта прекрасно. И в завершение о легкой атлетике. В Челябинске на всероссийских соревнованиях памяти Георгия Нечеухина призером в прыжках в высоту стал оренбуржец Роман Вархуддинов. Наш земляк завоевал серебряную медаль с результатом 2 метра 10 сантиметров. Максим. Анатолий, спасибо. Далее наша рубрика «Зарисовка». И пока на улице еще по-летнему жарко, предлагаем вспомнить лучшие моменты, которыми запомнится теплое время года. Отдых горожан на набережной Урала. Лучшие кадры глазами операторов ОРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И в завершении информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ завтра, 3 сентября, с 9 утра и до 6 часов вечера будет ограничена подача электроэнергии. Без света останутся несколько улиц Оренбурга. Будьте внимательны. Точные адреса на вашем экране. Кроме того, электричества в течение дня не будет в поселках Пригородный, Никольская, Благословенка, Подгородняя Покровка, Репина. Энергетики приносят жителям извинения за временные неудобства. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 98 48 48. На этом все. Напоминаю, эту и другие программы вы всегда сможете найти на нашем официальном сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова